Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Давайте прочтем 23 стих вместе. Готовы? Читаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранятся без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Одна из вещей, которую мы установили, это то, что человек — трехчастное существо. Человек — трехчастное существо. Он есть дух, обладает душой и живет в физическом теле. Скажите это громко. «Я — духовное существо, сотворенное по образу Божьему. Я — духовное существо, обладаю душой. Я живу в теле, но я не тело. Я — дух. Я — дух, сотворенный по образу Божьему. Бог есть дух, и я — дух, живущий в теле». Кто из вас верит в то, что только что сказал? Хорошо. Мы провозгласили это. Первое, что мы — духовное существо, что мы имеем душу и что мы живем в физическом теле. Мы также заявили о том, что мы не можем через какие-то видимые средства... Мы не можем ни через какие видимые средства получить доступ к своему духовному человеку. Я могу коснуться вашей спины. Мы можем воспринять, и я могу контактировать с вашим физическим телом через слова. Я могу сказать слова, от которых вы испытываете счастье, слова, от которых вы почувствуете печаль, словами я даже могу обидеть вас. Я могу контактировать с вашей душой через слова, но невозможно. Нет видимого способа, нет видимого доступа для контакта с духом. Этого сделать нельзя. Пожалуйста, послушайте меня. Ваш дух рожден свыше. Когда вы приняли спасение, когда вы родились свыше, ваш дух был рожден свыше. Ваша душа нуждается в обновлении, ваше тело — в искуплении. Но когда вы родились свыше, ваш дух был полностью искуплен. Когда вы родились свыше, все... Я говорю вам, послушайте, все, что вам когда-либо понадобится в жизни, на всю вечность уже дано вам. Когда вы родились свыше, в вас был помещен вклад могущества, и мы определили могущество как способность побеждать во всех делах. Вы прямо сейчас обладаете способностью делать все и преуспевать в этом. Вы обладаете исцелением. Вы обладаете освобождением. Вы обладаете преуспеванием. Вы обладаете всем необходимым для жизни и благочестия. Вы были благословлены всеми духовными благословениями. Всем, о чем вы просите Бога, вы уже обладаете этим. У вас это уже есть. Я говорю, у вас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. У вас это уже есть. Все, о чем вы молитесь, у вас уже есть. В этот самый момент ваш рожденный свыше Дух находится в такой же полноте совершенства, каким он будет всю вечность. Придя на небеса, вы не получите новый Дух. Также Ему не нужно будет достигать зрелости, полноты или очищаться от земного осквернения. Прямо сейчас ваш Дух, такой же совершенный, зрелый, обладает такой же полнотой, как сам Иисус. Согласно 17 стиху 4 главы 1 послания Иоанна, как Он на небесах, так и мы в этом мире. Кто из вас верит в это? Вы слышите, что я сейчас говорю? Вы подобны Иисусу. Таким образом, после того, как вы родились свыше, ваша христианская жизнь состоит в обновлении ума и в освобождении того, что уже было вложено в вас. Поймите вот что. Обновление ума. Вот что самое необходимое. Вы должны понять жизненно важную роль обновления ума каждый день. Потому что если вы предоставите свое тело самому себе, оно будет верить пяти чувствам. Вы обновляете свой ум для того, чтобы воспользоваться теми вкладами, которые были сделаны в ваш Дух. Также мы сказали вот что. Ваше тело верит пяти физическим чувствам. Ваше тело верит тому, что оно может увидеть своими глазами, что может услышать ушами, тому, что может попробовать на ощупь и на вкус. Вот чему верит ваше тело. Ваше тело верит пяти физическим чувствам, которые были даны ему, но ваш рожденный свыше духовный человек верит Слову Божьему. Если вы хотите воспользоваться всеми вложениями, которые были сделаны в вашего духовного человека, ваша душа должна быть в согласии со Словом Божьим. А будучи в согласии со Словом Божьим, она будет в согласии с Духом. Ваша душа должна быть обновлена. Ваш ум должен быть обновлен. Ваша душа состоит из ума, воли, эмоций и совести. Все это составляющее вашей души. Ее надо обновить, если вы будете обновлять свой ум Словом Божьим. пребывать в согласии со своим Духом, верить в то, во что верит ваш Дух, а это Слово Божье, тогда у вас будет доступ ко всем ресурсам вашего Духа. И они, по вере, будут течь из вашего Духа в душу, а затем в видимую сферу, где от них получит пользу ваше тело. Но если вы не будете обновлять свой ум Словом Божьим, если вы будете думать, «Бог сделает что-то, как по волшебству, мне не надо читать Библию, не надо изучать Слово Божье, мне не надо обновлять свой ум Словом Божьим», тогда вы останетесь таким же, как и были всегда, до рождения свыше. И вот как это будет. Ваша душа, ваш ум и ваша воля будут в согласии с вашим телом. А быть в согласии с телом означает вот что. Поскольку ваше тело верит пяти чувствам, им будет верить и ваша душа, а Библия говорит, что плотские помышления, плотский ум — это смерть. иметь плотский ум, значит иметь способ мышления, склад ума, который целиком и полностью согласен с пяти чувствами. А когда у вас склад ума, который полностью согласен с тем, что вы видите, что слышите, что чувствуете, вы в согласии со своим телом, и тем самым вы отсекаете себя от всех вкладов, сделанных в ваш дух. Таким образом, жить жизнью с избытком, приходящей из вашего духа в видимую сферу, это обновление ума Словом Божьим, с тем, чтобы вам быть в согласии с Духом, где находятся все вклады, если вы будете оставаться в согласии с Духом через Слово Божье. Тогда вы сможете высвобождать то, что в вашем духе в видимый мир, и сможете делать то, о чем говорится в послании к римлянам 12.2. И не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Но этого не произойдет до тех пор, пока вы не поймете, насколько важно постоянно жить жизнью, в которой вы обновляете свой ум, и в которой вы находитесь в согласии со Словом Божьим, с тем, чтобы вы были в согласии со своим Духом, и чтобы вложенное в Него могло высвобождаться в видимый мир. И вот здесь большая проблема. Помните, мы говорили, вы не можете контактировать со своим Духом через тело, вы не можете контактировать с ним через душу или эмоции. Этого сделать нельзя. Доступа к Духу нет через физическое. Какой единственный способ контактировать со своим Духом? Через Слово Божье и вашу веру в Слово Божье. Вот единственный способ контакта с Духом. Слово Божье становится духовным зеркалом, которое вы смотрите. И подобно тому, как вы полагаетесь на физическое зеркало и доверяете ему в том, что касается отражения вашего лица, и на этом основании что-то делаете, то же самое надо делать и в том, что касается Слова Божьего. Вам надо смотреть на Слово и говорить, «Это единственное, что даст мне восприятие». Все скажите «восприятие». Слово Божье — это единственное, что даст мне понимание. Слово единственное, что даст мне знание. Вот что значит «восприятие». Слово Божье — единственный способ воспринять то, что я не могу воспринять физически, что я не могу воспринять через прикосновения или ощущения. Единственное, как я могу воспринять духовные вещи или контактировать со своим Духом — через Слово Божье. Так что если вы не читаете Слово, если вы, будучи христианином, не проводите в нем время, то вы, скорее всего, кончите тем, что станете плотским христианином. А это тот, кто принял спасение, но который остается в согласии со своим физическим телом, с тем, что оно видит, что оно чувствует и ощущает. А Библия говорит, что плотский ум равен смерти, но духовный — жизни и миру. Вам надо принять решение о том, что вы будете жить как христианин. И вот Слово Божье становится жизненно важной частью нашей жизни. Если вы не читаете его, не изучаете, если вы не понимаете Слово Божьего, вы, как христианин, не будете успешным в физическом мире. Вы не сможете воспользоваться всеми богатствами, которые были даны вашему духу. Всего этого не будет из-за того, что вы решили, что Слово Божье не нужно вам. Вы не читаете его, не изучаете, вы не ходите в церковь, вы ничего не делаете, и вы думаете, «Я получил спасение, все остальное пусть сделает Бог». И поэтому вы, будучи христианином, живете несчастной, плотской, полной поражения жизнью, потому что не понимаете, насколько это важно, чтобы ваше мышление было в согласии со Словом Божьим. Обновить свой ум значит заменить свои мысли, идеи и убеждения на Божьи мысли, идеи и убеждения, которые записаны в Слове Божьем. Вы берете свое мышление, берете Слово Божье, и если одно не соответствует другому, то не вы меняете Слово, вы позволяете Слову изменить ваше мышление. всем все понятно. Единственное, как вы можете держать дверь открытой, чтобы все изобилие, находящееся в духе, изливалось в физическую сферу, в тело, это постоянно обновлять свой ум Словом Божьим, чтобы познать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Давайте продолжим и рассмотрим сегодняшнюю тему. Начнем с 4 главы 1-го послания Иоанна. Мы говорим на тему «В единстве с Иисусом, запечатленный Его присутствием». 1-го послания Иоанна, 4-я глава, 17-й стих. Каждый раз, когда мы читаем это слово, мы видим отражение вашего духовного человека. И вам надо верить этому отражению точно так, как верите отражению своего лица, когда смотрите в зеркало в ванной. Давайте прочитаем 17-й стих вместе. Готовы? Читаем. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что как Он, так и мы в этом мире». Кто из вас верит в это? Как Он, так и мы в этом мире. Обратите внимание, что здесь сказано. «Мы как Он прямо сейчас в этом мире. Мы как Он, не в будущем. Мы как Он прямо сейчас, сегодня». Слово говорит «сейчас, в настоящее время на этой земле». Речь идет не о небесах, не о будущем. Тут говорится, что мы как Иисус прямо сейчас, когда мы сидим в церкви. Скажите громко. «Я как Иисус прямо сейчас». Итак, если вы будете искать свое тождество Иисусу в физических и душевных частях своего существа, то вы придете к выводу, что Библию трудно понять, потому что вы сидите здесь, и мы говорим, «Вы подобны Иисусу, а у вас колебания, потому что, глядя на свое тело, вы видите прыщи, морщины и складки. Вы смотрите на все это и знаете, что у Иисуса такого нет. И в своей эмоциональной сфере вы видите, что у вас депрессия, разочарование, гнев, горечь, что у вас очень мало любви Божьей, и в свете всех этих фактов, вы недоумеваете, как вы вообще можете быть таким, как Иисус. Теперь, когда к вам приходит понимание о духе, душе и теле, вам ясно. В первом послании Иоанна 4 главе 17 стиха речь идет о какой части? О духе, душе и теле? О вашем духе. Какая часть вас подобна Иисусу? Ваш дух. Это та часть вас, которая подобна Иисусу. Слава Богу! Не ваше тело. Ваше тело не было искуплено. Не ваша душа. Ваш дух подобен Иисусу. Слава Богу! Не ваше тело, не ваша душа, но ваш дух, как Иисус. Это удивительная, потрясающая истина. Аминь. Точно как Иисус. Я хочу, чтобы вы поразмыслили кое о чем. Вы эту истину слышали и верите ей, но лишь немногие христиане на самом деле верят в эту реальность. Пойдите, поговорите с людьми и скажите им, что вы как Иисус, и посмотрите, что будет. Ну, если ты как Иисус, посмотрите, что они скажут. Поскольку дух нельзя увидеть физическими глазами, нельзя почувствовать через эмоции, поэтому плотские факты в людях будут снова и снова давлеть над духовной истиной. Не видя себя в Божьем духовном зеркале, они покоряются тому, что они видят, что ощущают на вкус, тому, что они слышат, что обоняют, что чувствуют, и поэтому большинство христиан остаются с плотским мышлением и испытывают на себе смертоносный эффект этого состояния, вместо того, чтобы избрать духовное мышление и наслаждаться жизнью и миром. Вот что я скажу. Нужно что-то большее, чем просто верить в это. Нужно что-то большее, чем просто верить в эту истину. Верить в нее важно, но после того, как вы поверили в нее, вам необходимо проводить время в обновлении своего ума. Вам надо проводить время в чтении Слова Божьего, в обновлении ума. Вам надо читать Слово и обновлять свой ум с тем, чтобы ваша душа развивалась и достигала зрелости. Помните это местописание, в котором говорится, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении». Многие годы я думал, что в возрастании нуждается дух. Нет, в возрастании нуждается ваша душа. Ваш дух совершенный. Ваш дух зрелый. Ваш дух прямо сейчас такой же совершенный и зрелый, как и Иисус. Человек, которому надо возрастать и созревать, это ваш душевный человек и телесный человек. И поэтому вам надо снова и снова читать Слово Божье, проводить в нем много времени, достигать зрелости в Слове, развиваться в Слове, просыпаться каждый день, говорить, «Я сегодня подобен Иисусу. Слава Богу!» Каждый день в своей жизни говорите, «Мой дух совершенный». Поэтому я и говорю, проводите время в Слове, культивируйте это. Недостаточно просто говорить, «Я пошел в церковь, услышал проповедь, ну разве это не радикальная истина?» Нет. Вам надо это культивировать. Вам надо проводить время в Слове и тренировать себя в нем. Вам надо тренироваться до тех пор, пока вы не будете поступать как должно. Давайте я приведу вам иллюстрацию, чтобы было понятно. Скажем, я подошел к вам и сказал, что в вашем саду закопан миллиард долларов, но никакого физического свидетельства, что в вашем саду закопан миллиард долларов нет. Итак, у вас мое слово против вашего чувственного знания. Мое слово, согласно которому в вашем саду зарыт миллиард долларов, или ваше знание, согласно которому «Я слышал, что ты сказал, но ничего в физической сфере не подтверждает, что это истина». Вот в чем тут суть. Если вы не сделаете выбор поверить моему слову, вы никогда не начнете копать, чтобы убедиться в том, что деньги там есть. А если вы сделаете выбор поверить моему слову, вы начнете копать, вы наймете экскаватор, даже если вы возьмете ложку, это будет значить, что вы поверили моим словам. Вы слышите, что я говорю? Таким образом, я показываю вам, что говорит Слово Божье, и вот это Слово Божье против того, что вы видите в чувственной сфере. И вам надо не позволить чувственному знанию нанести вам поражение. Не допустите, чтобы вы не получили сокровища из того, что вы его не видите. Нам надо начать познавать истину. Давайте я вам что-то покажу. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Откройте это местописание. Давайте начнем познавать истину. Первое Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Когда я прочту это радикальное местописание, вам надо будет сделать выбор. Поверить в Слово Божье или верить вашим чувственным знаниям, тому, что вы можете почувствовать, ощутить на ощупь и все такое. До того, как прочесть, я что-то скажу. Вы одно с Иисусом прямо сейчас. Видите, каждый раз, когда я говорю что-то такое, вы смотрите на свое тело, свою душу или на свое поведение. Вы одно с Иисусом прямо сейчас. Почему я это говорю? Потому что так говорит Слово Божье. Физически у меня нет никакого восприятия духовных вещей, кроме как через Слово Божье. И по мере того, как я провожу больше времени в Слове Божьем, это начинает тренировать мою душу и мое тело в том, что касается веры. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Давайте прочтем. Готовы? Читаем. «А соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». Один кто? Один кто? Хорошо, давайте я вас спрошу. Вы соединены с Господом со дня, когда родились выше. Вы были соединены с Господом, верно? Значит, согласно этому месту Писания, Господь Иисус, вы одно с Иисусом прямо сейчас, а не когда пойдете на небеса. Какая часть вас, дух, душа или тело, какая часть вас находится в единстве с Богом прямо сейчас. Ваш дух, это греческое слово, переводится в значение полного, неразделенного единства. Я имею в виду, наш дух соединился с Господом, и это намного глубже, чем просто подобие. Он был соединен. Это говорит о полном единстве. Господь. Это говорит о полном единстве. Скажите громко, «Я в полном единстве с Господом прямо сейчас». Если в духовной сфере есть атомы и молекулы, тогда вы до единой молекулы, до единого атома идентичны с Иисусом прямо сейчас. Вы даже почувствовали свои сомнения, да? Я сказал, что если в духовной сфере есть атомы и молекулы, тогда местописание, «Осоединяющийся с Господом есть один дух с Господом», говорит, что мы до единой молекулы, до единого атома, точно такие, как Иисус прямо сейчас. Как Он, так и мы в этом мире. В вашем духе вы находитесь в единстве с Господом. Иисус, ты полностью один с Господом. Многие верующие не принимают эту истину, потому что не могут ее доказать физическими средствами. Они оказались в ловушке физического восприятия, они уже привыкли быть под владычеством того, что они могут увидеть, ощутить на вкус, что они могут услышать, или что могут попробовать на ощупь. Они не могут поверить в то, что у них, на самом деле, это духовное единство с Господом. Но вы можете поверить в эту истину и пережить ее. Вы можете преобразиться в это состояние, как через обновление ума. Откройте 1 стих 12 главы послания к римлянам, и тогда мы начнем. Я еще и не начинал. Это все подготовка, планирование для того, чтобы вы смогли понять. Прочтем 1 и 2 стихи. Готовы? Читаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Видите эту часть? Тут говорится, обновлением ума вашего до момента, когда вы сможете познавать, до момента, когда вы сможете познавать. Обновляйте свой ум, чтобы познавать. О чем здесь идет речь? Смотрите. Обновляйте свой ум, чтобы проявить своим физическим чувством. Обновляйте свой ум, чтобы проявить своим физическим чувством. Чтобы проявить что? Чтобы проявить своим физическим чувством благую, угодную и совершенную волю Божью. Иначе говоря, познавая Слово Божье, вы сможете увидеть, как совершенство, пребывающее в вашем духе, начнет течь в ваше душу и тело. Это повлияет не только на ваши дела, но также и на дела других людей. Я обновляю свой ум, чтобы доказать моим чувствам. Знаете, что я говорю? Если вы хотите убедиться в этой истине, обновляйте свой ум с тем, чтобы ваши чувства смогли коснуться того, чего иначе коснуться не могут. И все сказали «Аминь». Обновляйте свой ум, чтобы показать своим чувствам. Вы знаете, что вы покажете своим чувствам? То, что ваши чувства не могут ощутить, что они не могут увидеть, не могут почувствовать. Если вы будете обновлять свой ум, тогда вы докажете своим чувствам, какова есть благая, угодная и совершенная воля Божья. Если будете обновлять свой ум, вы не сможете понять то, что я говорю с тем складом ума, который у вас сейчас. Хм, как можно в это поверить? Через обновление ума. Кто из вас понял то, о чем я только что говорил? Мы на одной волне. Вы уверены? Давайте я посмотрю. Бог живет в нас, и поэтому мы, как Он в этом мире. Вы верите в это? Вы верите в то, что Бог живет в вас? Тогда почему вы, молясь, так громко кричите? Как будто в вашей молитве надо пройти сквозь небо, через космос, мимо всех планет, чтобы дойти до Бога, и Он там, далеко. На самом деле, вы можете разгромить дьявола даже шепотом. Ни одно человеческое существо на этой планете не смогло бы мечтать о рождении свыше и всех тех реальностях, которые произошли в нашем рожденном свыше духе. Я имею в виду то, что Бог живет во мне, выше самой смелой мечты. Вы слышали, что я только что сказал? Я это скажу еще раз. Бог живет во мне. Вы думаете, что в вашем теле, а я думаю, что Бог живет в моем духе. Потому что духовное соединяется с духовным. Если вы воспринимаете это откровение, скажите, «Я понимаю это». Скажите, «Я совершенно новое творение». Древнее прошло. Теперь все новое. Прямо сейчас, как Иисус. Так и я в этом мире. Мой дух, мое истинное Я был сотворен в праведности и в истинной святости. И я верю в это. Хорошо, но вот в чем проблема. Многие люди, которые в какой-то момент, как и вы, увидели эту истину, они радовались, благодарили Бога, но в какой-то момент своей жизни они промахнулись мимо цели и вернулись к тому, в чем были раньше, к разочарованию и греху. И теперь говорят, «Ну да, я верю, что это произошло тогда, но сейчас, по отношению ко мне, это не может быть правдой, потому что я сделал грех и не удержался в том, что верил тогда». То есть, пастор Доллар, я верил в это, когда был в церкви, первое воскресенье декабря, но после этого я делал грехи. И теперь все это не работает в моей жизни. Может, раньше и работало, но не теперь. Это не может работать для меня после того, что я сделал. Сейчас я дам вам утверждение. Запишите его, потому что на его основании я буду проповедовать сегодня. «То, что Бог делает в духе, остается навсегда постоянным и неизменным, несмотря на колебания в вашем поведении. То, что Бог делает в духе, остается навсегда постоянным и неизменным, несмотря на колебания в вашем поведении. То, что Бог делает в духе, остается навсегда постоянным и неизменным, несмотря на то, что вы кого-то вчера обругали. То, что Бог делает в духе, остается навсегда постоянным и неизменным, несмотря на то, как вы себя вчера вели. То, что Бог делает в духе, остается навсегда постоянным и неизменным несмотря на то что вы кого-то вчера обругали и церковь сказала аминь знаете заключенный человек этот образ подходит ко всем нам у каждого в жизни свои тюрьмы и проблемы заключенным все более очевидно потому что вы видите решетки и вот к примеру заключенный пришел к тому состоянию что признал я грешник я осознаю что своими руками разрушил себе жизнь я хочу измениться я хочу чтобы все изменилось и я хочу выбраться отсюда и посреди этого мыслительного процесса всегда находится какой-то проповедник который приходит в тюрьму и цитирует ему второе послание коринфянам 5 17 итак кто во христе тот новая тварь новое творение древнее прошло теперь все новое заключенный слышит это и отдает свое сердце иисусу принимает рождение свыше и утверждается на этом месте писания теперь все новое он ложится спать утром просыпается и в тюрьме против него те же самые обвинения у него тот же самый приговор он смотрит на все это он видит только физическое и потом приходит к выводу о том что должно быть ничего не сработало что слово неистинно что бог не изменил его потому что все осталось таким как было подобно тому как думает этот парень за решеткой такое же происходит и за стенами тюрьмы вы верите богу что теперь все новое но проснувшись утром обнаруживаете что все как и раньше женаты на той же женщине вы работаете на той же работе у вас та же болезнь и вы под тяжестью тех же самых долгов на самом деле часто ваши проблемы после рождения свыше усиливаются но вы это знаете правда кажется когда человек спасается проблем становится больше это происходит потому что дьявол злится он потерял вас и старается вас остановить вам понятно если вы не будете осторожны вы можете впасть в заблуждение и дойти до того же состояния как и тот заключенный думаю я не уверен в том что вообще что-нибудь произошло я принял спасение как мне сказали я начал ходить в церковь молиться стал делать все как мне говорили ничего не изменилось кажется стало еще хуже но мы то знаем что изменение произошло где в духе они физической сфере на самом деле треть нашего составляющего достигла полноты одна треть нас уже полностью совершенно искуплено посмотрите что говорится о нас 4 главе послания к ефеси нам давайте будем постоянно подходить к духовному зеркалу все по прежнему со мной да ефеси нам 4 глава 21 стих давайте посмотрим 24 ефеси нам 4 24 готовы читаем и облечься в нового человека созданного по богу в праведности и святости истины хорошо вот что интересно вы облекаетесь в нового человека то есть рождаетесь свыше и апостол говорит обратите внимание что слава богу новый человек был создан богом видите выручное изделие бога вы плод божьего творчества этот новый человек этот духовный человек который был сотворен богом был сотворен как в праведности и в чем значит ваш дух свят так и ваш дух праведен так согласно писанию так это духовное отражение так хорошо прочтем из первого послания коринфянам господь будь милостив первое послание коринфянам 1 глава 29 стих итак я верю что истинный я был сотворен в праведности и истинной святости значит я праведен и я свят и когда вы говорите это людям они отвечают минутку я должен вам что-то сказать я вам хочу сказать что произошло вчера вечером нет я говорю не о вашем поведении именно ваше поведение останавливает вас и в церкви так много проповедовали о грехе и поэтому многие больше сосредоточены на грехе а не на праведности мне с большим трудом удается привлечь ваше внимание к тому что вам было дано богом потому что вы слишком заняты мыслями о грехе потому что вы три тысячи раз исповедовались в грехе вчера и в церкви не можете уйти от этого потому что в церкви вам постоянно говорят о вашем грехе грязный негодный грешник ты идешь в ад и все такое вы едва можете служить богу потому что все ваши мысли заняты тем что вы сделали вчера двадцать девятый стих готовы читаем для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед богом от него и вы во христе иисусе кто из вас рожден свыше во христе иисусе хорошо вы слышали что он только что сказал от него и вы во христе иисусе какая часть вас находится в единстве с христом иисусом ваш дух значит он говорит о вашем духе верно от него и вы во христе иисусе который сделался для нас премудростью от бога праведностью и освящением и искуплением пожалуйста поймите что он говорит в вашем духе всемогущий бог создал это всемогущий бог дал вам рождение свыше всемогущий бог сделал вас совершенным зрелым он вселился в вас стал одним целым с вами и таким образом в вашем духе вы были сделаны праведным сделаны праведным потому что никакие дела плоти не сделали вас праведным в духе это дело божье и он сделал вас праведным кто из вас верит в то что праведным вас сделал бог как же получается что вы пытаетесь достигать праведности через плоть вы были сделаны праведным и при этом пытаетесь стать им и делаете это плотскими усилиями причина почему вы в это утро здесь в том что вы стараетесь стать праведными Так как церковь и религия научили вас, что хождение в церковь сделает вас праведными. Да, вы встали утром и сказали, «Пойду-ка в церковь, сделаю правильный поступок». Вы долгие годы пытаетесь быть праведным. Поэтому вы и поете в этом храме, потому что у вас это получается, и вы чувствуете, что это может сделать вас праведным. Мне надо петь. Бог дал мне голос, так что буду петь. Библия говорит, что мы не сами стали праведными, но мы постоянно пытаемся стать тем, кем Бог нас уже сделал, и пытаемся делать это через плоть. Вы уже праведны. Обновите свой ум этой истиной. Вы свободите праведность, которая есть в духе, в плоть, и тогда плоть будет вести себя праведно. Но вы игнорируете свой дух и позволяете религии. Религия учит нас делать дела. Однако Бог сделал нас праведными. Вы не стали таким сами. Также здесь сказано, что Он сделал вас с кем? Мудростью. А вы пытаетесь получить 99 докторских степеней. Рядом с вашим именем столько букв «Д», что вы можете насвистывать «Дикси». Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. После того, как вы получили свою пятую степень, вы не стали умнее, чем раньше, потому что мудрость от Бога показывает вам, что делать. Когда вы не знаете, что делать, вы пытаетесь чего-то добиться своими усилиями. Прилагаете усилия. Кем еще Бог сделал нас? Он говорит, «Я сделал вас праведностью». Он говорит, «Я сделал вас искупленными». Вот это меня зацепило. Потому что в церкви мне говорили, что я искуплен. Но я не понимал, о каком я шла речь. Я думал, что искуплен в плоти. Но если я искуплен, тогда как получается, что она так часто атакуется болезнями? Если бы моя плоть была искуплена, я бы не болел простудой. Если бы моя плоть была искуплена, я бы не кашлял и не чихал. Искуплен от болезни, искуплен от бедности. Если бы я был искуплен от бедности, у меня никогда не было бы нужды. Каждый человек здесь был бы миллионером. Я был искуплен от смерти. Тогда почему так много похорон? Искупленное тело не умирает. Я был искуплен от греха. Ну уж эту историю вы знаете. На самом деле, какая часть меня была искуплена? Мой дух был искуплен от всего этого. Через обновление ума и согласия с моим духом я мог принять то, кем Бог сделал меня, чтобы доказать моим чувствам, что я искуплен. Но смотрите. Также Писание говорит, что и для нас Он сделал со освящением. Но долгие годы мы пытались осветиться вот здесь. Освящение – это отделение от мира. Но вы в мире, в своем теле. Поэтому Писание не имеет в виду освящение в теле. Речь идет о том, что ваш дух был освящен. И если вы будете обновлять свой ум, чтобы соединиться с духом, тогда все то, чем был сделан ваш дух, перетечет к вашим чувствам и поделится с вами тем, кто он уже есть. Однако вы стараетесь делать дела. Вы считаете, что должны что-то делать. А мы – освященные церкви. Мы – освященные люди. Вот облако. Оно предвещает бурю, оно движется над океаном. Если ваша душа не закреплена якорем в Иисусе, вас унесет. Вас унесет. Да, Господь. Вас унесет. Вас обязательно унесет. Но вот чего вы не понимаете. Часть меня, закрепленная в Иисусе, это мой дух. Вот что имеется в виду, когда Писание говорит для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Она еще не была искуплена. Но однажды, в один момент, мертвые во Христе воскреснут, а вы живы и изменитесь в один момент, во мгновение ока. Вот тогда вы будете искуплены полностью. Часть вас, которая искуплена сейчас, это ваш дух. А вы пытаетесь стать всем тем, кем является ваш дух через дела плоти, чувствуя, что заработали это. Самый большой враг христиан, это религия, которая говорит вам неправильные вещи. Религия ввергает вас в рабство. Она ввергает вас в рабство, и люди не понимают, что Бог есть дух. Если бы вы все это могли сделать через плоть, тогда смерть, погребение и воскресение Иисуса были бы напрасными. Закон был введен не для того, чтобы остановить грех. Закон был введен, чтобы показать вам, что вы не можете остановить грех без Бога, потому что что-то произошло. Вы читали об огорчении Павла? Павел сказал, До закона у меня все было нормально, потому что я не знал, что то, что я делаю, грех. Но когда пришел закон и показал мне, что все, что я делаю, грех, и затем обнаружил, что не могу остановиться, и не делаю то, что делаю, то, чего не хочу, я в конце концов делаю, а то, что следовало бы делать, не делаю. Вот еще этот закон. Бедный я человек. Как мне победить это? Но дальше он говорит. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Хорошо, хорошо. Воскликните «Принят!» Мне надо доказать вам, что вы приняты. Откройте второе послание Коринфянам 5, 21. Вы все пытаетесь делать дела, чтобы быть принятым Богом. Я понял, что церковь не сделает вас праведными. Но праведные люди будут ходить в церковь. Праведность течет из моего духа и ведет меня в правильное место. Десятина не сделает вас праведным. Но праведные люди отдают десятину. Пение в хоре не сделает вас праведным, но праведные люди поют в хоре. Вернемся к Слову Божьему. Второе послание Коринфянам 5, 21 стих. Прочтем 21 стих вслух. Читаем. «Ибо незнавшего греха он сделался для нас, жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Большинство современных церквей признают тот факт, что Иисус заплатил цену за грехи. Кто из вас признает, что Иисус заплатил цену за ваши грехи? Но при этом люди в большинстве церквей не верят в то, что они стали праведными перед Богом, потому что вам трудно принять тот факт, что Бог сделал вас праведным, потому что вы постоянно смотрите на свое поведение по плоти. Я верю в то, что Иисус заплатил цену за грех, и я верю, что Бог сделал меня праведным перед собой. И мне все равно, как я веду себя по плоти, потому что мое поведение никогда не заставит меня пойти или говорить против того, кем Бог уже сделал меня. Я праведен, независимо от моего поведения по плоти. Бог не смотрит на вас так, как смотрите на себя вы. Он смотрит на ваш дух и видит, что вы праведны, а вы смотрите на себя и видите, что вы неправедны. Бог смотрит на ваш дух и видит, что вы праведны. Вы смотрите на свое тело и видите, что вы неправедны. Боже, прости меня! Иисус, прости меня! Я подвел тебя, Иисус! Как ты можешь любить меня, Господь? Как ты можешь любить меня, Иисус, после того, что я сделал? Господь, помилуй Иисус! Помилуй меня! Такие люди не признают истину о том, что их поведение в теле или душе, хорошее или плохое, не имеет никакого отношения к тому, принимает их Бог или нет. Если вы рождены свыше, то не имеет значения, были вы в бунте или нет. Вы являетесь тем, кем должны быть. Бог видит вас праведным и истинно святым, потому что смотрит на ваш дух, а не на ваше поведение. Хорошо, достаточно обосновок. Теперь давайте пойдем глубже. Если вы до сих пор не готовы, тогда я не знаю, что еще сказать. Послание к Ефесянам, первая глава. Хорошо, вот оно. Прочтите пятый и шестой стихи вместе со мной. Готовы? Читаем. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал, принял нас в возлюбленном. Хорошо, теперь послушайте внимательно. Облагодатствовал. Это значит, что Бог нас не просто терпит. Он буквально доволен вами. Вы можете быть недовольными состоянием своего разума и состоянием тела, но Бог видит вас в духе. Когда вы были рождены свыше, вы стали совершенным новым творением, и Бог доволен плодом своего творчества. Скажите, я плод его творчества. Та часть вас, которая рождена свыше, Бог доволен делом своих рук. «О, Иисус! О, благодатствовал!» Принял. Это слово в 6 стихе 1 главы послания к Ефесинам. То же самое, как и то, что использовано в 28 стихе 1 главы Евангелия от Луки, где оно переведено как «благодатное». Что написано в Евангелии от Луки? В 1 главе, в 28 стихе. Откройте это место. Это греческое слово появляется только в этих двух местах Писания и использовано только в них. Оно использовано... переведено как «облагодатствовал». В послании к Ефесинам 1.6 и оно использовано, переведено как «благодатное». В Евангелии от Луки 1.28 В Евангелии от Луки 1.28 сказано, «Ангел, Гаврию, войдя к ней, к Марии, сказал, «Радуйся, благодатное! Господь с тобою, благословенно ты между женами». Это единственные два места Писания, где можно найти это слово. Так же точно, как была принята женщина, носившая в череве Иисуса, так приняты и вы. Повернитесь к соседу и скажите, «Я благодатный». Повернитесь к соседу и скажите, «Я принят Богом». Хорошо, теперь перейдите к 13 стиху. Послание к Ефесинам 1.13. Господь. Вот оно. О, да. После того, как вы поверите во все это, вы будете запрещатлены Святым Духом. Можете ли вы представить себе, что значит «соединиться со Святым Духом»? Прочтем 13 стих. Готовы? Читаем. «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Теперь обратите внимание на то, что Он сказал. Он говорит, что после того, как вы услышите Слово Истины, после того, как вы услышите благовествование вашего спасения и, уверовав, получили спасение, что значит, что ваш Дух был воссоздан и рожден свыше. После того, как все это произошло, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Теперь внимательно следите за ходом моей мысли. В послании к Ефесинам говорится, что ваш рожденный свыше Дух был создан в чем? В праведности и в чем? В истинной святости. Что находится в вашем Духе? В нем праведность и святость, правильно? В первом послании Иоанна, 4 главе, 17 стихе, говорится, что ваш Дух стал таким же, как Дух Иисуса в этом мире. Праведность – истинная святость. Теперь вы, как Иисус. В первом послании к Коринфянам, 6, 17, говорится, что ваш Дух есть один Дух с Господом. Значит, у вас есть праведность, у вас есть святость, у вас есть все, что есть у Иисуса. Как Он, так и вы. Вы одно с Господом. Он в вас. И этот стих Писания говорит, что вы были запечатлены. Понимаете, вот что Он сделал. Взял всю эту благость, и вся эта благость была немедленно запечатлена Духом Святым. Я не помню, как это называла моя мама, но некоторые из вас понимают. Вы помните те времена, когда люди делали домашние консервы? Они брали крышку и закручивали, запечатывали ее. Они делали банку герметичной. Герметичная крышка сохраняет и защищает консервированную пищу. Загрязнения из воздуха не могут проникнуть внутрь и вызвать гниение или порчу пищи. Именно в таком смысле использовано слово «запечатлены». В послании к Ефесинам 1.13 «Когда вы были рождены свыше, ваш дух был немедленно герметично запакован Духом Святым с целью сохранения. Если после спасения вы допускаете ошибку в какой-то сфере своей жизни, то гнилость, нечистота и осквернение, приходящие ваше тело и душу, не проникают в ваш дух. Печать Духа Святого удерживает благо в духе, а зло вне его. Бог смотрит на грех не так, как это делают люди. Я имею в виду, что для Бога грех — это не только делать зло, нарушать заповедь, но также не делать добро, которое вы должны были сделать и не сделали. Откройте четвертую главу послания Иакова. Потому что, как только я сказал это, в вашей голове сразу же появились вопросы. Вы хотите сказать мне, что из того, что я кого-то обругал вчера? Нет, это не проникло в ваш дух. Ваш запечатленный дух не участвует в вашем грехе, он запечатан. Благо остается в духе, а зло вне его. Но вам надо понять, что такое грех, потому что на этом мы все время спотыкаемся. Послушайте. Прочтем 17 стих вместе. Готовы? Читаем. «И так, кто разумеет делать добро и не делают тому грех». А ведь никто не любит своего супруга точно так, как Христос любит церковь. Вы любите своего супруга, но никто не любит своего супруга точно так, как Христос любит церковь. Никто так усердно не служит другим людям, как следовало бы. Я имею в виду, когда вы в последний раз кому-то послужили. Никто из нас не размышляет о делах Божьих столько, сколько следовало, или сколько бы мы могли. Следовательно, согласно Божьему определению греха, все постоянно грешат. Постоянно грешим. Потому что есть то доброе, которое мы разумеем делать и не делаем. Мы все время фокусируемся на нарушении заповедей, вместо того, чтобы фокусироваться на том добром, что мы разумеем делать и не делаем. Постоянно грешим. Вчера я мог бы любить Таффи больше, чем я это делал. Я мог бы проявить к брату или к сестре, которых я видел больше любви, чем я проявил. Я совершенствуюсь в этом. Но все же Бог называет это грехом. Вы это называете «Я становлюсь лучше». Понимаете, если вы не поймете, что Дух Святой запечатлел ваш рожденный свыше Дух, если вы не поймете, что ваш Дух был запечатан Святым Духом, то вот что произойдет. В конечном итоге, ваша совесть даст вам впечатление, будто ваш Дух потерял праведность и истинную святость, с которыми был создан. Ваша совесть с ее знанием добра и зла постоянно свидетельствует вашему разуму о ваших мыслях и действиях. Вот почему Бог не хотел, чтобы первые люди вкушали от дерева в саду. Если вы не будете осторожны, то позволите знанию о ваших ошибках повлиять на вас, и тогда вы будете думать, когда я родился свыше, Бог дал мне совершенно новый дух. Но теперь, когда я согрешил, и вы будете целый день ходить и говорить, «Мне надо исповедоваться в этом грехе, чтобы у меня все было хорошо и я смогу попасть на небеса». Первое послание Иоанна 1.9 никогда не предназначалось для христиан. Оно написано для грешника, который готовится принять рождение свыше. Причина, почему вы так сосредоточены на грехах, в том, что вы исповедуете их по 500 раз в день. Если бы вы осознавали свою праведность, вы бы не исповедовались по 500 раз в день, потому что знали бы, Иисус однажды умер за ваши грехи. Он простил ваши прошлые и настоящие и будущие грехи и запечатал вас обетованным Святым Духом, и ваши исповедания не приводят ни к чему, кроме большей сосредоточенности на грехах. И эта сосредоточенность уже действует против того, что сделал Бог. Истина в том, что ваш дух был запечатан. Грех и его последствия не могут войти в ваш дух. И когда вы грешите, ваш дух в этом не участвует. Ваш дух остается в своей изначальной чистоте, и так будет вечно. Сейчас я расскажу вам об очевидном противоречии. Я покажу вам, почему вы переживаете внутреннюю борьбу, которая у вас есть сейчас. Первое послание Иоанна 3 глава, 9 стих. О, проповедник, поосторожнее. Вы собираетесь дать людям лицензию на грех, но вы ведь грешили и без лицензии. Я не даю вам никакой лицензии на грех. Вы неплохо обходились и без нее. А потом еще хотите судить других, как будто вы сами безупречны. Без Иисуса мы все обречены. Сами бы мы никогда не смогли создать то, что создал Бог в нашем рожденном свыше духе. Первое послание Иоанна 3 глава, 9 стих. Проверьте. Посмотрите 9 стих. Готовы? Читаем. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Так что то, что мы только что причитали, значит, что в своем духе вы так же праведны и святы, как и будете всегда, но многие люди никак не могут понять первое послание Иоанна 1, 9. Вот по какой причине. Хотя мы только что прочли это, в этом послании есть ясный контекст о том, что христиане грешат. Давайте я покажу вам. Первое послание Иоанна 1, 8. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Теперь давайте посмотрим еще один стих. Первое послание Иоанна 1, 8. Готовы? Читаем. «Если говорим, что не имеем греха, а обманываем самих себя, и истины нет в нас». Разве это не прямое противоречие тому, что мы только что прочли? Хорошо. Посмотрим 1 Иоанна 1, 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Разве это не прямое противоречие 9 стиху 3 главы? Посмотрим первое послание Иоанна 2, 1. Готовы? Читаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Разве это не прямое противоречие 1 Иоанна 1, 9? Да. Это три примера из одного и того же послания, в котором автор, апостол Иоанн, говорит о грехе. В первых двух он говорит, что если вы утверждаете, что не согрешили, вы лжец. Затем он добавляет, «Я это пишу вам для того, чтобы вы не согрешали в будущем». И затем он говорит, «Но если бы вы и согрешили, у вас есть адвокат перед Отцом». Затем он переходит к 9 стиху 3 главы. Он заявляет, что если вы рождены от Бога, вы не можете грешить. Это противоречие. И если мы не проясним его, то оставим его открытым для истолкования некоторым проповедникам и религии, которые и так уже попортили людям жизнь. И Писание, и опыт свидетельствуют о том, что христиане грешат. Контекст 3 стиха 9 главы 1 послания от Иоанна показывает, что рожденные свыше верующие грешат. При этом тут ясно говорится, что если вы рождены от Бога, то грешить вы не можете. Как такое может быть? Мы с вами имеем понимание о духе, душе и теле. Нам сразу же понятно, о чем говорит апостол. Но давайте проиграем эту пьесу полностью. Некоторые люди понимают 1 Иоанна 3, 9 так, что вы не можете грешить. Они смотрят на этот стих, заметьте, они думают о духе, душе и теле. Потом они читают все то, что мы только что прочли о грехе. В результате они думают, что автор здесь говорит о привычных грехах. Братья и сестры, даже сейчас переводчики дают этому месту такое толкование. Привычный грех. Я видел. Они переводят это место как привычный грех. Но люди, которые думают подобным образом, проповедуют вещи наподобие... Если вы были пьяницей до спасения, то вы могли время от времени напиваться, но если вы поистине спасены, привычно напиваться вы не будете. То есть, если вы в конечном итоге не увидели победы в этой области, то вы и не были поистине спасены. Для того, чтобы сделать такой вывод, надо разделить грехи на категории. Вам надо разделить грехи на большие и маленькие. Чего Бог не делает. Для Бога нет больших грехов. Для Него нет маленьких грехов. В Его понимании все мы привычно постоянно грешим. Мы все постоянно не изучаем Слово Божье, как следовало бы. Мы все не так внимательны, какими должны быть. Мы все часто не проявляем к людям безусловной любви, как следовало бы. Все мы не проявляем должной внимательности к другим. Мы все привычно проявляем сосредоточенность на себе, и Бог часто разбирается с нами по этому поводу. Так что вышеуказанная теология не работает. Я знаю, вам, религиозным людям, это трудно принять. И вы скажете, у меня нет никаких привычных грехов. Они у вас есть. Просто мы не живем вместе с вами все время. Видите, иногда мы совершаем вещи, которые Бог называет грехом. К примеру, Господь смотрит на обжорство так, как и на пьянство, прелюбодеяние и убийство. Обжорство – это грех, который может происходить по привычке. Вы делаете это привычно. Снова, снова, снова и снова. Если вы истолкуете 1 Иоанна 3,9, что после рождения свыше никто не может привычно грешить, тогда никто не может спастись, потому что все мы привычно грешим. Нельзя привычно делать большие грехи, а маленькие можно. Нет, неверно. В стихе говорится иначе. Если у вас есть понимание духи, души и теле, тогда вы сразу же понимаете, к кому относятся слова в 1 Иоанна 3,9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». «Какая часть вас рождена от Бога?» Значит, вы не можете совершить греха, потому что семя его в вас. Такой человек не может согрешить, потому что он рожден от Бога и запечатлен обетованным Святым Духом. Если у вас нет понятия о духе, душе и теле, вы будете проходить через тужи конетель, что и я, потому что вы видите себя как душу и тело, и не видите себя как дух. Вы втягиваетесь в это все и весь день изматываете себя, не понимая, как это все работает. Ваша душа и тело были выкуплены, но они не были искуплены. Ваш дух не может грешить, несмотря на то, что тело и душа могут. Это значит, что ваше поведение никак не влияет на чистоту и святость вашего духа. И знаете, дьявол не хочет, чтобы вы это знали. Он хочет, чтобы вы постоянно думали о том, что одной ногой вы в аду. Если вы будете связывать отношения Бога к вам с вашим поведением, вы всегда будете не соответствовать нужному эталону. Если вы будете связывать то, что вы делаете в плоти, с тем, как Бог создал вас, вы всегда будете терпеть поражение. Может, у вас будет получаться лучше, чем у других, но ваша собственная совесть будет осуждать вас, поскольку у нее есть знание греха. Вау! И в конечном итоге это осуждение не даст вам наслаждаться Божьей любовью и благословениями. Но имея понимание о духе, душе и теле, вы сможете это делать. Однажды я ехал в своей машине и сказал, «Господь, мне надо кое о чем спросить тебя». Я сказал, «Все это начал Адам так? Почему мы должны платить за то, что сделал он? Меня там не было, Господь. Если бы ты сказал мне, не есть этот плод, я бы оставил его в покое». Почему нам приходится проходить через все это? Из-за того, что сделал он. Теперь нам приходится быть зачатыми в грехе и рождаться в беззаконии из-за того, что он сделал. Это звучит странно, но Бог покрыл ваши грехи. Бог сказал, «Я это знаю». Я покрыл твои грехи. Я покрыл твои грехи. Я покрыл твои грехи. Я прошу вас сделать одну вещь. Ради вас же самих. Я прошу вас об одном. Примите Иисуса своим Господом и примите рождение свыше. Вот и все, о чем я вас попрошу. А религия добавила к этому еще тысячи пунктов. И вот сейчас, если я проповедую именно так, как надо, вам следовало бы задать мне тот же вопрос, что задали и Павлу. Что вы такое говорите, пастор? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Если вы глупы, оставайтесь. Но будут нехорошие последствия. Но будут нехорошие последствия для этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!